Приветствую! Один из наших оппонентов будет достаточно крепкий У него есть медаль турнира с кирмиша А вот у союзника достаточно посредственная прокачка Бой не будет эпическим, но я хочу обратить ваше внимание на две ошибки в этом бою Которые влияют на всю игру в дальнейшем И из-за этих двух ошибок вы будете проигрывать Итак, первое что мы видим это SD-шка Она находится сзади Я много раз говорил, что есть карты, где вообще не стоит выходить в море Так, ставим конечно же казарму сразу спереди Вот видно, что я выигрываю примерно 10 клеток Это добрая секунда, наверное, это очень много Вот плюс я использую красный буст производства пехоты Итак, что мы здесь видим? У союзника одна CS-ка, у меня здесь две CS-ки Добавляем себе еще одну CS-ку И у меня уже здесь три CS-ки Соответственно больше снабжения У союзника до сих пор одна CS-ка Вот более того, вместо того, чтобы поставить на развертки вторую CS-ку Мой напарник будет ставить завод Зачем ставить завод тоже непонятно Потому что верфь ставится тогда, когда у вас есть и завод, и штаб второго уровня Соответственно, если у вас будет завод раньше штаба на 30 секунд Это вам ничего не даст Естественно, надо ставить завод примерно за 30-25 секунд до того, как улучшится штаб до второго уровня Чтобы получить вот эти два здания одновременно То есть, тем самым вы сможете сэкономить где-то 30 секунд, пока вы не ставите завод И на эти ресурсы поставить два CS или три CS в зависимости от ваших нужд Смотрим ресурсы на карте Вот этот контейнер имеет 200 ресурсов Опа! Этот контейнер имеет 150 ресурсов То есть, на данной карте А на данной карте я всем советую никогда и ни в коем случае не выходить в море На карте вы можете собрать 4, 2, 3 контейнера То есть, первые два это 400 ресурсов И далее еще плюс 150 будет 700 ресурсов То есть, у вас есть два варианта Либо вы забираете, ну допустим, вы забрали 4 контейнера Вы забираете 700 ресурсов, а ваш оппонент 400 Либо вы забираете 400, а ваш оппонент 700 На самом деле это важно Казалось бы, немного ресурсов вы собираете на карте Но тем не менее, вот эти 300 ресурсов позволят одному из вас раньше построить пятую CS А пятая CS это все-таки небольшая прибыль Вот, и если вы не будете делать ошибки Если вы заберете ресурсы, если вы поставите казармы спереди Если вы включите буст, ну синий, красный производство, неважно Вы быстрее начнете ваше развитие Быстрее выйдете в более тяжелую технику И соответственно, вас, например, не зарашат А вы наоборот будете строить более тяжелую технику Я говорю союзнику, что не надо выходить в море А парни говорят, что там много ресурсов Да, безусловно, на данной карте ящиков на море достаточно много Хотя, если оппонент выходит тоже в море То вы однозначно соберете не больше половины Это не столь важно Тем более в контейнерах по 100-150 ресурсов Может быть, даже 50, точно не уверен Но очень мало И видно, что у союзника всего лишь 3 ЦС А у меня уже улучшается штаб до следующего уровня Разница на самом деле большая Казалось бы, всего лишь разница в 300 ресурсов в минуту Но тем не менее, вот эти 2-3 минуты Вот эти 600 ресурсов накопилось А у моего союзника нет Да, может быть, как-то это вверх окупится Но кайман и вверх это же тоже не бесплатно Вот, то есть вы уже в минус 400 ресурсов Когда строите одну вверх и кайман И уже, или 2 каймана И уже в минус те ресурсы, которые вы не соберете до того, как построите ЦС Это на самом деле много И все это накапливается Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет Я также здесь делаю небольшую ошибку Вот, надо, конечно, свою тактику улучшать до максимума Вот, я ставлю 4 ЦС Понимаю, что мне хватает электроэнергии И вместо того, чтобы поставить электростанцию Я бы мог ее сразу сейчас поставить Вот, на 5-10 она была бы уже построена Вот, но я поставил чуть позже Соответственно, у меня кречет выйдет на 20 секунд позже Это немного, но это один из тех нюансов, которые надо понимать И доводить до автоматизма примерно Знать, сколько у вас электроэнергии Когда ставить электростанцию, когда ставить авиазавод и так далее и тому подобное Вот Ну, понятное дело, у меня нет завода броненосца Иначе бы точно не хватило бы электроэнергии Итак Синий продвигается У моего союзника что есть? Во-первых, база слабая Во-вторых, почему-то я завод дикобраза Он нафиг не нужен Серьезно, дикобразы это просто Ну, очень слабый юнит Да, он, конечно, неплохо справляется с пехотой Когда у вас есть 5 дикобразов А у противника там 10 пехотинцев И даже когда есть 5 дикобразов А там 15 пехотинцев Тоже, в принципе, неплохо, но с потерями Но такого, конечно, в реальном бою не бывает Потому что у вас только один завод дикобраза Да и, если честно, один дикобраз Стоит в 4 Или во сколько раз там дороже пехотинца Это Несравмерная Разница Что мы здесь видим противника? Молот и бьют вышки Вышки находятся спереди, поэтому они по-любому упадут То есть, помимо того, что вы ставите СДшку сзади Вы должны стратиться на вторую СДшку Это минус 300 ресурсов Казармы не находятся спереди Это, опять же, придется выдвигать казармы в дальнейшем вперед Вышки находятся спереди Это еще минус 340 ресурсов То есть, вы очень сильно проседаете по ресурсам Только за счет того, что вы вначале поставили СДшку вот здесь И не поставили ЦСки Что мы здесь видим у противника? Ну, в принципе, не особо страшная армия Пару крепостей, 2 молота Но, тем не менее, вышки потеряны Вот, молот, конечно, ушел вперед В центре вашей базы, конечно, будет очень легко обороняться Надо эти крепости брать и выдвигать их вот сюда, чтобы уничтожать пехоту А молотами, наоборот, бить вышки Вот Почему не надо ставить Дикобраз? Ну, потому что вы понимаете, что против крепостей и молотов Это бесполезная вещь Намного дешевле и выгоднее будет ставить ПВОшки Во-первых, она дешевле Во-вторых, то есть, вам не надо ставить Завод Вы сразу ставите ПВОшку Во-вторых, по разнице урон-стоимость Конечно, выгоднее будет ставить ПВОшки всегда Но есть, конечно, один минус Что ПВОшка это вещь стационарная То есть, ее можно будет выбить заранее То есть, она находится вне тумана войны Это да, безусловно Но, тем не менее, не особо вас зарашит Если у вас есть там 3 ПВОшки в начале Или даже 4 Вот, у противника так сделать не получится Ну, понятное дело, что вышки уже построены Противник явно не сможет продавить Потому что противник делает очень большую ошибку Он не просит помощи у своего союзника Я строю Кречет И при этом я не... Кстати, надо улучшить до Ягуара завод И при этом я не показываю свой Кречет Чтобы не напугать противника Потому что, если здесь будут Зевсы Или если они пойдут вдвоем То там могут быть Вертексы или Тайфуны А мне не надо, чтобы противник знал Что у меня находятся Кречеты Потому что 4 Кречетами Особо смысла играть нет Думаю, мой напарник и так справится Банально я могу отправить ему стрелков Кстати, я их отправил Но они не нужны были У меня есть одна ПВОшка Не особо много Улучшая завода Ягуара Я буду производить только с одного завода Ягуара Мне особо 4 уровень штаба пока что не нужен Поэтому я коплю ресурсы и строю Ягуар Ну, в принципе, неплохой компромисс Учитывая, что мне пехотинцы и броненосцы уже не нужны То есть, если я увижу противника Я, наверное, заранее успею Ну, хоть сколько-то там мин противопехотных поставить А думаю, с молотами мои стрелки справятся Итак, 4 стрелка для разведки Я подумал, что это будет подешевле, чем Кайманчика Тьфу, Кайманчика Подешевле, чем Койотик строить И разведаю противника Вижу, что здесь не особо интересная армия И сразу направляю вверх свои кречеты Пока две армии не соединились Пока есть возможность потратить топливо Там где-то здесь вертекс летает Мы сейчас его перехватим Вертекс почему-то тоже не успевает ловить кречеты А вот я успел нажать на кречет Кречетом на вертекс И сейчас мы его выбьем С трех выстрелов противник не бустит Вот понимаем, что как бы смысла играть нет У него также есть премиум Но тем не менее Надо было просить помощи у союзника Когда вы знаете, что вы играете против двух сильных игроков Или даже против одного сильного, одного слабого Но союзник у вас не крепкий Нужно обязательно бить первым и желательно слабого Тогда даже если вы потеряете союзника А вы можете потерять союзника Это не столь важно Потому что в поздней игре толку от него в принципе на самом деле не будет Даже если у него там качи где-то 400 Толку от него реально не будет Тем более от сопротивления Разве что масс молоты плюс пехоты Ну это от силы Или там просто толпы зерсов Которые не прокачены Ну по-любому хоть что-то они протанкуют Вот надо просить помощи у союзника И тогда вы сможете выиграть и продавить противника Кстати тяжелые минки Интересно Посмотрим фуловый или молот у зеленого игрока Мне даже интересно Крепость у него явно фуловая Это к гадалке не ходит Так Угу Ну непонятно Потому что здесь был сплэш Угу Ну так мы наверное не узнаем Фуловый или здесь молот у зеленого игрока Да не фуловый Потому что Мина сразу убивает Молот зеленого игрока То есть он не фуловый А вот крепость фуловая Потому что она Ну может не фуловая Но почти фуловая Ну вот что мы здесь видим Дикообразы Эммм Угу Зевсы И в принципе ничего Я бы на месте союзника Когда вы уже потеряли инициативу Я бы строил бы Ягуар Плюс Броненосец И по ложке Потому что дикообразы Они как бы по-любому будут падать Толку от них никакого Да и два дикообраза На самом деле не справятся С тремя вертексами Вот Я уже иду бить штаб потихоньку Угу Или где я? Да Бью здесь штаб Вот А если у вас будут броненосцы И ягуар То вы будете готовы встречать И Зевс И масс молоты Ну и вышки Которые у вас будут на базе В принципе более-менее будут справляться С пехотой То есть Есть некоторые вещи Которые должен знать каждый игрок И не делать ошибки Иначе Из вот таких ошибок Набирается ком Который приводит вас к поражению Даже если у вас реально хорошая прокачка Вот Ну это примерно все Что я хотел сказать В этом бою Противник уже сдался Вот Минки кстати помогли Но я бы наверное ставил бы Противопехотную Она дешевле Вот Отбивался бы Пехотой И ягуар Сейчас мы идем давить И противник Кстати После этого Задастся Ну вот Два нюанса Если вы играете С слабым противником То желательно Продавить Одного из игроков Как можно быстрее Ну допустим Самого слабого Да Который вы сочли Слабенький И после этого Вы уже как-то Один на один Затащите Даже если там будет Высокий ранг Все равно Шанс будет Но если там Два высоких ранга Из которых Один слабый игрок То как бы ГГ Ну что ж Подписывайтесь на канал И жду ваших комментариев